здравствуйте дорогие мои друзья очередная у нас сборка windows 11 build 223 0.100 идет он под номером kb 543 2 0 ребята не пишите что нужно подключить инсайдерскую программу она у меня давно подключена начиная наверное 65 сборки и до магазин не обновляется из-за ошибки ну что нажимаем перезагрузить обновляем shindos поехали тадам ребята система обновилась винвер смотрим до 100 сборка ребята вот она самое главное нововведение кроме того что мне кажется что вроде бы они починили вот эти вот кнопочки вроде бы нет такого уродства когда что-то за грани кнопочек уезжает как бы здесь стало все более пропорционально ну и самое главное ты чат сюда они поместили чат ребят ждем да 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 давай давай подождите пока мы все приготовим жду напомните уведомление можно было раньше так сворачивать или нет вот что-то я не помню чат пытается стартануть но что-то не стартует старт жмем да да эту учетку другого меня нету требует меня подключить к учетке мой номер телефона для чего это делается скорее всего для того чтобы получить синхронизацию моих контактов но так как учетка не существующая и номер телефона я свой подключать тоже не хочу потому что никакая учетка microsoft моему смартфону не подключена то есть это все лишено смысла чем-то это напоминает мне ювипе приложение люди там тоже была телефонная книга синхронизирована ну чата как такового не было здесь как бы типа как месседжер но так как у нас в снг предостаточно месседжеров и учетные записи не все хотят создавать скорее всего мало кто этим будет пользоваться напишите в комментариях то вы по этому поводу думаете далее вот эта вот штука всплывающая должна быть уже скругленный но здесь почему-то она у меня еще квадратная мне объясняли что я не все могу функции сразу получить например некоторые товарищи которые данную сборку получили они не получили чат но здесь было скругление да у меня нет скругления но я получил иконку чата должно все это дело выглядеть вот так еще ходят слухи что в скором времени возможно проводник придут вкладки но это только слухи также переделали немножко панель задач если программа будет требовать будет мигающая иконка но я сейчас показать это не могу все просят включи магазин давай посмотрим чувак может он тебя сам по себе обновился давайте глянем и до магазин у меня новый многие мне писали давай вообще с нуля короче все устанавливай ну вы знаете магазин довольно приятный многие говорят что он прям совсем такой apple вски стал ну я бы сказал что он более стал таким компактным и да ребята короче приложений для андроида здесь нет и они не работают они это обещают но в процессе появится из-за того что отсутствовали обычные вин 32 приложения очень много было различного трешака то есть по сути обычные убс менялась немножко название и за это просили деньги так вот начали появляться обычные вин 32 приложения и microsoft обещает что это будет продолжаться и дальше и дальше то есть разработчики будут сюда заманиваться говорят что будут для них шикарные условия вот например появился самый простой обычный убс и по идее вы его ставите и прямо через магазин все это будет обновляться всегда до актуальной версии появился обычный vlc потому что до этого были какие-то то ли мобильные версии то ли какие-то вообще непонятные но огнелеса хрома здесь пока еще нет ребята я думаю что со временем сюда попадут альтернативные браузеры в общем неплохо выглядит магазин гораздо более приятнее чем старый магазин я уже не стал рассказывать что уйма изменений в магазине дело в том что новый магазин я вижу впервые если он стал еще приятнее чем первые версии нового магазина ну значит неплохо ну и огромное количество ребята исправлений она прям очень большое поэтому становится страшно это только исправленные баги в панели задач посмотреть какое количество о чем я и говорю что система все еще крайне нестабильно 65 сборки было еще больше багов 71 вроде бы постабильнее было но однако вы видите что уйма всего тут еще исправляется в параметрах сколько сколько багов проводники поиски огромное количество смотреть кстати в поиске они научились ну чтобы просто а ну пока они это не исправили я думал что здесь можно будет свободно печатать допустим что-то ну тупо перекидывает на приложение поиск раньше допустим в семерке или в той же самой восьмерке поиск у вас был в пуске сейчас при попытке написать что-то в пуске вас перекидывают в приложение поиск тогда зачем было добавлять поиск в пуск странно да тем более в десятке в пуске поиска нет поиск отдельно тогда зачем ну я не понимаю напишите зачем скорее всего они еще сами не определить чего они хотят виджетах похоже ничего не поменяли тот же самый microsoft дзен тут получается однако виджетах исправили огромное количество проблем посмотрите 4 строчки казалось бы какие там могут быть проблемы до самые суровые вот даже конфигии виджетов сбрасывались до нуля это исправлено вон смотрите масштабирование только недавно исправили а теперь смотрите другое сколько тут ого-го проблем до известные проблемы это проблемы которые в системе еще присутствуют то есть они не исправлены они есть и безопасности системы и в локализации и в магазине есть проблемы и с виджетами сохранились и в поиске в проводнике и в параметрах и в самом пуске поэтому по-прежнему использование windows 11 на ваш страх и риск если вы используете компьютер вполне себе серьезно выполняете какую-то там важную работу есть вероятность что windows 11 вашу работу прекратит знаете что в течение 10 дней windows 11 если перейти параметры обновления вы можете откатиться до предыдущей версии windows у меня здесь нет такого пункта потому что система устанавливалась естественно с нуля в виртуальную машину очень красивая иконка полностью оригинальная но почему-то напоминающие мне айчат который появился еще у яблочника в 2001 году на своем маке power macintosh dual я там тоже наблюдал эту программу даже у меня получилось кое с кем через нее даже пообщаться еще на тигре не буду повторяться это наверное практически общее мнение что 11 винду делает говорится законченный макинтошник но все же система очень быстро меняется новые ошибки появляются потом исправляются интерфейс постоянно находится в стадии изменения я постараюсь вести определенную хронологию изменений постараюсь с выходом каждой сборки каждого билда записывать вот такой вот ролики показывать что же здесь изменилось и наверное впервые похвалю разработчиков windows 11 что не спешат они прям все заваливать новыми функциями новыми программами а стараются все же исправлять баги багов очень много вы сами видите и они очень смешные я прям не хочу все перечитывать вы сами видите всплывающее окно календаря в свернутом состоянии теперь должно показывать правильный месяц то есть до этого показывала неправильно проблемы с отображением масштабирования где-то какое-то окно что-то перекрывает где-то что-то там не вылазит ну вот например проблему с виджетами иногда она может оказаться пустой написано до сих пор не исправили ой тут очень много всего этого я на этом заканчиваю ждем следующий билд всем пока спасибо за внимание